Более 65,5 тысяч детей смогут отдохнуть в загородных лагерях Тверской области наступающим летом. Об этом было заявлено на заседании регионального правительства, в ходе которого готовность верхневоложника здоровительной кампании стала главным вопросом в повестке дня. 867 организаций отдыха распахнут свои двери в Тверской области через две с небольшим недели. Это на 231 больше, чем в 2022 году. Среди них 490 лагерей дневного пребывания, в том числе впервые в этом году они откроются на базе 38 организаций дополнительного образования, а также 317 лагерей труда и отдыха, 22 загородных и 38 палаточных лагеря. Регион ведет активную подготовку к новому сезону летней оздоровительной кампании. У нас это делается по нескольким направлениям. Первое – это подготовка материально-технической базы, второе – это содержательная программа воспитательная для детей, которая будет, и третье – это проект по летнему трудоустройству подростков на территории нашего региона. Важно заметить, что активное участие принимают нас и главы муниципальных образований, отраслевые министерства, ведомства. Кроме того, впервые в этом году для учащихся начальных классов на базе регионального центра «Орион» в Вышневолодском округе с 25 мая по 2 июня пройдет областная смена Содружества «Орлят России», и участниками станут 80 детей. Проведение летней оздоровительной кампании должно находиться на постоянном контроле Министерства образования и администрации муниципалитетов, акцентировал губернатор. В том числе речь идет и о решении кадрового вопроса. В загородных лагерях Тверской области будут работать свыше 7500 сотрудников. Из них более 3300 педагогов, работники пищеблоков и другие специалисты. Особенное внимание уделяется комплектованию медицинским персоналом. Поэтому губернат задавал вопросы, и я услышал ответы, как они будут привлекаться, как будет это оплачиваться, причем не за счет какого-то энтузиазма, а действительно, чтобы люди понимали, что они будут оценены, кто будет зарабатывать. И чтобы рядом с детьми, особенно это где есть у нас и палачные городки, о чем мы тоже говорили, были люди и в условиях лета была немедленно оказана необходимой помощи. Приоритетной задачей глава региона обозначила также организацию содержательной части летнего отдыха, чтобы у каждого ребенка была возможность развивать свои таланты и способности, приобретать новые знания, заниматься общественным полезным трудом, творчеством и приобщаться к спорту. Игорь Руденя напомнил, что всем желающим детям из семей участников спецоперации должны быть предоставлены путевки в лагеря отдыха. Особое внимание в ходе летней оздоровительной кампании также будет уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Задача нас, как системы, это вот этот летний период максимально в ребенка вложить необходимое количество знаний, навыков, образования, обучения, какие-то развития спортивной наклонности. Старт летней оздоровительной кампании в регионе во всех лагерях будет дан 1 июня и начнется с проведения Дня российского движения Детей и молодежи Движения Первых. А профильная смена данной организации с 1 июня будет работать на базе лагеря отдыха «Чайка» в Вышневолодском округе. Кроме того, по всей области запланированы мероприятия ко Дню русского языка, Дню России, Дню памяти и скорби и другим значимым датам. Также в рамках программы «Лето 69. Вектор открытий» пройдут мероприятия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Присутствовавшие на заседании эксперты положительно оценили готовность Верхней Волжи. Я думаю, что, конечно, в целом регион, несомненно, готов к детской оздоровительной кампании. Эта кампания, мне кажется, отличается от прошлых лет. Что, с одной стороны, есть традиционные приоритеты, которые всегда были и будут далее. Есть те, которые определены вызовами современной действительности. Всего на протяжении лета в Тверской области отдохнуть и набраться сил смогут 65 666 детей. Для сравнения, в 2022 году в лагерях провели время более 55 тысяч юных жителей Верхней Волжи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...